Ветклиники Сочи объединят в гильдию. Межведомственная рабочая группа по проблемам безнадзорных животных приступила к работе. В Сочи созданы добровольные пожарные команды. Сегодня их оснастили необходимым инвентарем. Путь со дня вершины. Какая она спортивная инклюзия? Двукратный паралимпийский чемпион Алексей Мошкин рассказал об этом студентам. Цветочный патруль и букет маме. Сочинские полицейские приурочили к Международному женскому дню сразу две акции. Китайские инвесторы планируют производить подсолнечное масло и муку в Краснодарском крае. С делегацией из Поднебесной сегодня встретился Вениамин Кондратьев. У Кубани с Китаем уже давно налажены торговые отношения. Из региона в республику поставляют рыбу, злаки, алкогольные и безалкогольные напитки и даже мороженое. По словам губернатора, Краснодарский край готов и дальше развивать сотрудничество. Например, бизнесменов из Китая сегодня интересуют проекты по изготовлению подсолнечного масла. Со своей стороны Кубань готова предложить инвестплощадки для строительства этих предприятий. Мы готовы предоставить площадки китайским инвесторам для того, чтобы они построили, в том числе, завод по переработке масла и иных культур сельхозяйственных на территории Краснодарского края. Также, я думаю, что для нас возможно рассмотреть вопрос взаимного сотрудничества в сфере мясной продукции. Краснодарский край полностью себя обеспечивает мясом, мясом птицы. Это тоже может быть предметом товарообмена, товарооборота. Как говорится, что бизнес не нужно учить зарабатывать, тем более китайский бизнес. Поэтому, я думаю, что вы сами в состоянии все посчитать, посмотреть и определить для себя приоритеты. Мы готовы вам помочь в том, чтобы вы чувствовали себя и бизнес китайский на территории Краснодарского края комфортно и, конечно, развивался. Мы все вместе получали этого только дивиденды. Экономическое сотрудничество России и Китая носит взаимодополняющий характер, так как в Китае большой рынок сбыта, а Россия, особенно Краснодарский край, очень богат агропромышленными ресурсами. Поэтому цель нашей поездки – увеличить товарооборот с регионом. И надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество вступит в новую стадию. В Краснодаре сегодня успешно работает филиал крупной китайской корпорации, которая занимается переработкой зерна. В перспективе также планируют укреплять сотрудничество и в этом направлении. В завершении встречи Вениамин Кондратьев рассказал о традициях празднования 8 марта в России и поздравил прекрасную половину делегации из Китая с наступающим женским днем. Ночью и утром 8 марта в Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза, усиление ветра, местами порывы до 15 метров в секунду. В малых реках возможен резкий подъем уровня воды. В Краснополянском округе увеличится вероятность схода селей. Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности. К другим новостям. Городская межведомственная рабочая группа по проблемам безнадзорных животных приступила к работе. Накануне состоялось ее первое заседание, на котором были определены пять основных направлений работы и выбран актив. О правах животных и обязанностях людей в нашем следующем материале. Участники первого заседания межведомственной рабочей группы подтвердили, что работа по защите прав безнадзорных животных на курорте выходит на системный уровень. Вместе все мы должны сейчас скоординировать наши действия и в максимальной степени интенсивно быстро решить вопрос, достаточно остро стоящий на сегодняшний день, о регулировании численности безнадзорных животных на территории города Сочи. В принципе, люди сегодня очень целенаправленно готовились, получили ответы на нужные вопросы. Я думаю, что эта группа в дальнейшем заработает в нужном направлении совместно с усилиями администрации. Деятельность рабочей группы поделили на пять основных направлений. Это решение правовых вопросов, профилактика и информирование населения, работа городских приютов, контроль за деятельностью фирмы по отлову и содержанию животных. Еще одно не менее важное направление работы – чипирование, стерилизация и кастрация животных. Для этого все ветеринарные службы города, вне зависимости от форм собственности, решено объединить в гильдию. У нас более 20 таких организаций в городе, а работают они неразрозненно, что абсолютно неправильно. Стерилизация – очень важный вопрос, потому что, конечно же, в первую очередь безнадзорных, а по большей части и домашних животных нужно стерилизовать. Это элементарная экологическая безопасность. То же самое. Они сейчас готовят вариант, чем сможет помочь этим частным ветлечебницам власть и как они будут, естественно, помогать зоозащитникам в плане стерилизации и продвижения всей необходимой информации. Профилактика, как и стерилизация – важный вопрос в борьбе за права безнадзорных животных, утверждают зоозащитники. Необходимо не допускать появления на свет нежеланных щенков и котят. Помимо этого, общественники призывают сочинцев проявить заботу о тех, кто уже содержится в приютах. Существующие вольеры сегодня заполнены, и до окончания строительства нового приюта в Адлере нужно помочь животным, которые бродят по улицам сейчас. Для этого сочинцев призвали забирать питомцев приюта в свои семьи. Тем более, что все они привиты и стерилизованы. Для того, чтобы обрести нового четвероногого друга, достаточно предъявить паспорт и пройти небольшое собеседование. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сельские добровольные пожарные команды получили оборудование для борьбы с огнем. Дружинам из Салахаула и Молдовки сегодня вручили необходимые средства для тушения огня. Все подробности у Инги Габешия. Вот в таких празднично украшенных прицепах все необходимое для борьбы с огнем. Боевая одежда, огнетушители, бензонасосы, рукава. С помощью такого оборудования в сельских округах добровольцы будут тушить пожары до приезда основных сил МЧС. Сегодня такие боевые комплекты получили добровольные пожарные команды из Молдовки и Салахаула. Выбор именно на отдаленные населенные пункты пал не случайно. До ближайшего пункта пожарной части Дагомыска у нас очень большой километраж. Ехать примерно 25-30 минут. И первоначально мы должны в течение минуты выскочить и принять все неотложные меры до приезда главных пожарных сил. Пожарные комплекты дружины смогли получить благодаря усилиям администрации Сочи, МЧС и Всероссийскому добровольному пожарному обществу. Эта организация проводит обучение добровольцев. В Сочи необходимые навыки уже приобрела половина членов пожарных команд. Все-таки защита населения территории – это одно из прегативных направлений деятельности нашей администрации. Надеюсь, что развивая это направление, мы наиболее качественно сможем выполнять поставленные задачи. Мы в конце прошлого года на все сельские округа закупили емкости по 5000 литров для развития добровольчества, ранцевые огнетушители, другое оборудование и уже в сельские округа это все поступило. Пока в Сочи созданы только две добровольные пожарные команды. До конца года в городе таких будет организовано еще четыре. К активной работе с новым оборудованием команды сельских округов должны приступить уже сейчас. С сегодняшнего дня все спасательные службы и пожарные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. В связи с предстоящими выходными, как известно, именно в такие дни возрастает риск возникновения разного рода ЧП. Практически каждый день мы проводим инструктажи спасательных подразделений, где расставляем акценты по выполняемым задачам. В частности, эту работу мы проводим и сегодня. Количество дежурных смен в Сочи будет увеличено вдвое. Это позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации в случае их возникновения. Инга Габеша, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Объединились для достижения общих целей. В Сочи создано местное отделение Российского творческого союза работников культуры. В Сочи сегодня состоялось учредительное собрание, на котором выбрано правление и комиссия для принятия устава местного отделения Российского творческого союза работников культуры. В стране он был создан еще в 90-м году. Цель – защита общих интересов и достижение целей работников библиотек, домов культуры, клубов, парков, музеев, кинотеатров, развлекательных центров, экскурсоводов и так далее, вне зависимости от их ведомственной и отраслевой принадлежности. Такой союз просто необходим, отметили на учредительном съезде. Так будет проще выходить с предложениями по улучшению жизни и условий труда работников культуры. У нас в городе очень много работников культуры, очень много талантливых людей, у нас очень много молодежи, для которых вот эта организация будет играть большую роль, потому что это еще и какая-то школа, это и наставничество. Будет помогать нашим творческим работникам улучшение условий, как можно, поскольку можно, улучшение организации концертного дела. В Сочи местное отделение союза будет работать по 17 направлениям. Культурно-досуговая, концертная деятельность, хореография, парки культуры и отдыха, музея, работа с ветеранами и даже налаживание зарубежных связей. Кроме того, один из членов созданного Сочинского отделения примет участие в 8-м Всероссийском съезде Творческого союза работников культуры. Он пройдет в Санкт-Петербурге 23 марта в преддверии профессионального праздника работников отрасли. В Российском Олимпийском международном университете побывал двукратный чемпион параолимпийских игр Алексей Мошкин. Спортивную карьеру он закончил, однако продолжает вдохновлять своей силой духа и спортсменов, и болельщиков. Занимается общественной работой, консультирует режиссеров и внедряет в жизнь спортивную инклюзию. Обо всем этом Алексей Мошкин рассказал студентам Олимпийского университета. О пути со дна вершины рассказал студентам Олимпийского университета Алексей Мошкин. Достижением лыжника-паралимпийца может позавидовать любой спортсмен. Золото зимних игр, чемпионата мира, государственные награды. Но какой ценой? В 14 лет подающий надежды юноша попал под поезд и остался без ног. Но любимое дело не оставил. Меньше чем через год встал на протезы, а потом и на лыжи. Было выполнение моей работы, по большому счету. И таких, как я много, возьмите хотя бы тех же спортсменов, что достаточно много спортсменов среди инвалидов, которые делают то же самое. Просыпаясь каждый день своим недугом и преодолевая различные трудности. Мало того, что живут, они еще и выигрывают медали, выступают на соревнованиях. На днях в прокат вышел фильм, в основу которого легла история Алексея Мошкина. Он выступил консультантом кинокартины и снялся в эпизоде. На открытой лекции студенты могли увидеть трейлер. К слову, сам чемпион планирует пополнить их ряды. Алексей Мошкин планирует пройти годовой курс. Тем временем высшие спортивные чины свою учебу закончили. Всегда приятно себя почувствовать студентам, тем более в прекрасном городе Сочи, где прекрасная атмосфера. Мы, во-первых, со многих регионов с коллегами сюда прибыли. И для нас, прежде всего, воплотиться в одну команду и поделиться опытом управления своих объектов, ну и, конечно же, послушать тех прекрасных преподавателей. Применять свои знания на практике Алмаз Минголов отправится в свою родную республику Татарстан. Региону в скором времени предстоит принимать крупное спортивное событие. Казань, как и Сочи, один из городов-организаторов чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Репетиция самого женского дня в году. В Краснодаре в преддверии 8 марта поздравили прекрасных дам со всей Кубани. В музыкальном театре для них состоялся праздничный концерт. К поздравлениям присоединился и губернатор края Вениамин Кондратьев. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. В преддверии 8 марта на входе музыкального театра мужчины не пропускают ни одну даму. Каждой дарят весенние тюльпаны. Таких букетов ровно 1250 по количеству приглашенных на праздничный концерт. Сегодня прекрасных женщин специально пораньше отпустили из офисов и кабинетов. Это женский день, это самый лучший день для женщин, для всех, и для всех мужчин. Сегодня уже и сами дамы не всегда вспоминают об истории праздника. Своими корнями он уходит к далекому 1908 году, когда 15 тысяч женщин вышли на улицы Нью-Йорка, требуя равноправия в труде и права избирательного голоса. Сейчас, когда все это они уже получили, в топе другие пожелания. Счастье, наверное, просто. Хотим детей здоровых, мужей верных, ну и здоровья близким. Женщина любая хочет иметь рядом с собой настоящего мужчину, который о ней будет вспоминать не только 8 марта, а каждый день. И любить, и уважать. Уже со сцены поздравления звучат не только тем, кто пришел на концерт, но и всем женщинам. Ведь именно слабый пол делает мужчину сильным, признается губернатор. Венимин Кондратьев и председатель законодательного собрания «Края Юрия Бурлачка» не скрывают своих эмоций. Благодарить прекрасную половину человечества можно бесконечно. Это праздник наших мам, потом наших девушек, потом наших жен. Я прекрасно помню, как в детстве пытался найти что-то такое, чтобы подарить маме на 8 марта. И этот праздник и мой подарок она помнила хотя бы неделю. И, наверное, в этом есть принцип жизни. Любить в течение всей своей жизни тех, кто дал тебе жизнь и жизнь вокруг тебя создает и поддерживает. А это вы, дорогие наши женщины. Самый лучший кусочек вы всегда отдаете своим детям. Потом мужу, а потом то, что осталось, уже кушайте сами. Мы не можем просто подвести вас, вот вашу заботу, тепло и то, что всегда вы нам даете. Очаг. Очаг, который всегда полон, который тепл. И мы знаем, что у этого очага нас всегда ждут. У нас на Кубани самые красивые женщины. У нас на Кубани самые заботливые мамы. У нас самые надежные и любящие жены. У нас на Кубани женщины растят будущее и нашего Краснодарского края, и будущее всей нашей страны. Хочу пожелать вам, в первую очередь, в ваш женский день, вот этой неиссякаемой энергии, чтобы она вас никогда не покидала. Потому что, если уже вы опустите руки, то, поверьте, нам очень и очень мужчинам не просто придется. С праздником! С днем, мирнородным днем, 8 марта! Здесь присутствуют женщины, которые представлены во всех сферах жизни. Сегодня женщины занимают лидирующие места в спорте, политике, бизнесе. Женщин отличает высочайшее чувство ответственности за порученное дело, профессионализм. И этим женщины очень сильны. Вы – главное достояние нашей страны. Наша гордость, наше вдохновение. Здоровья вам, семейного благополучия, веры, надежды и любви. Поздравления продолжились праздничным концертом. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Кубани. А главной звездой стала группа «Ласковый май» с их незабвенным хитом про белые розы. Ну, а у мужчин осталось меньше двух дней, чтобы найти ответ на такой сложный и одновременно простой вопрос. Чего все-таки хотят женщины? Александр Иванченко, Денис Перс, Денис Москаленко, Кубань, 24, Краснодар. Ну и с поздравлением к Сочинкам и гостям курорта обратился сегодня и глава города Анатолий Пахумов. Милые дамы, от имени всех мужчин нашего города поздравляю вас с самым красивым весенним праздником, с Международным Женским Днем. Хочу пожелать, чтобы каждый миг своей жизни вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность. Мы ценим вас и гордимся вами. Вы основа нашего благополучия. Вы вносите огромный вклад в развитие курорта, в его будущее. А наша задача – обеспечить вам достойные условия. Эту работу мы ведем в ежедневном режиме. Строим новые объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Все это делается для того, чтобы вы, дорогие сочинки, были спокойными за своих детей, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Желаю мира и добра вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах царят тепло, уют и достаток. Пусть ваши сердца переполняет любовь, а родные радуют цветами и улыбками. Счастья вам, здоровья и благополучия. С праздником вас, дорогие сочинки. Цветочный патруль и букет маме. Сочинские полицейские приурочили к Международному женскому дню сразу две акции. Ставшая уже традиционная для Сочи акция «Цветы для автоледи» превратилась в цветочный патруль. В этом году сотрудники УВД поздравили не только девушек-водителей, но и пешеходов. Во всех районах города полицейские организовали посты. Пока на пешеходных зонах правоохранители встречали прекрасных дам улыбками и цветами, на дорогах работали инспекторы ДПС. Задача – остановить машину, за рулем которой находится женщина, и пригласить ее в патрульный автомобиль. Но волноваться автоледи не стоило. Инспектор вручал цветы, поздравлял с наступающим праздником и напоминал о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На память у всех дам останутся фотографии с правоохранителями. Также в Сочи присоединились ко всероссийской акции «8 марта в каждый дом». Полицейские при поддержке общественников навестили матерей своих коллег. От лица руководителя сочинской полиции им вручили цветы и благодарственные письма. В каждом – признательность за воспитание из сына настоящего офицера полиции. Все без исключения мамы были приятно удивлены и растроганы. В Международный женский день принято говорить и о сильных сторонах слабого пола. Сегодня все чаще женщины отличаются в мужских профессиях. Работают на стройках, водителями такси, осваивают инженерные и информационные технологии. Выбирают дамы и службу. Как, например, Ирина Дубинская – подполковник и многодетная мама. Ирина работает в системе МВД. Службу в рядах органов внутренних дел многодетная мама несет вот уже 15 лет. Свой профессиональный путь начинала инспектором. Сегодня она начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района. В ее подчинении 23 человека. Выполняет свои обязанности Ирина Александровна наравне с мужчинами. За прошлый год отделом оформлено более 9 тысяч паспортов и поставлено на миграционный учет 101 тысяча граждан. А еще эта женщина – мать четверых детей. Старшая дочь учится в университете, средняя заканчивает школу, а сыновья-двойняшки только готовятся сесть за парты. Как рассказывает Ирина, чтобы везде успеть и никого не обделить вниманием, она планирует свой день буквально по минутам. Эту привычку прививает и своим детям. Детки – это моя гордость. Я стараюсь распланировать свой день. Днем работа, вечером – дети. Естественно, уделяю время и себе. Занимаюсь спортом. Катаюсь на лыжах, когда есть возможность. Посещаю тренажерный зал. Тоже не забываю о себе. Безусловно, главной жизненной опорой для Ирины является семья, любимая работа и статус мамы. Вот главные критерии подполковника в юбке, которые одновременно и являются ее секретом успеха. Сегодня в преддверии Международного женского дня в Сочинском институте РУДН студенты поздравили профессорско-преподавательский состав с праздником. Участники регионального чемпионата WorldSkills получили свои заслуженные награды, а японские студенты университета СОКа – выпускники филологической школы – сертификаты, подтверждающие их высокий уровень владения русским языком. Студенты из Токийского вуза третий раз приезжают в Сочи. Таким образом реализуется совместный образовательный проект Сочинского института РУДН и университета СОКа, в рамках которого японские студенты изучают русский язык. Кульминацией их обучения в этом году стал мини-спектакль по сказке Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Студенты РУДН-СОЧИ очень добрые. Благодаря им мы очень хорошо провели время. Большое спасибо. Несмотря на то, что это их каникулы, они сами заработали денег, чтобы прилететь сюда, купить билет, проживать здесь. И целыми днями изучают русский язык. Уже с начала этого года студенты Сочинского института РУДН активно принимали участие в чемпионатах молодые профессионалы WorldSkills, компетенциях поварской дела, ресторанный сервис, кондитерское дело. Студенты отделения среднего профессионального образования садово-паркового ландшафтного строительства Даниил Костин и Артем Григорьев завывали бронзовые медали в направлении ландшафтный дизайн. Ребята продемонстрировали очень высокий уровень мастерства. Первый модуль – это выполнение построения стенки из природного камня и лего-кирпича. Второй модуль – это выполнение мощения из гранитного камня и брусчатки. И третий модуль – это построение настила из дерева и выполнение посадки растений. Все свои маленькие победы японские сочинские студенты накануне 8 марта посвятили милым дамам. Иван Савин – руководитель Центра инновационных проектов и программ Сочинского института РУДН поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. К поздравлениям присоединились танцевальные и вокальные коллективы, подарившие гостям прекрасные весенние номера. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Международный инновационный университет организовал праздник для всех студентов и гостей вуза. В преддверии 8 марта в университете состоялся концерт. Слова поздравлений в адрес милых дам со сцены концертного зала университета звучали от всей сильной половины коллектива МИО – педагогов, деканов, студентов. На праздничный концерт пригласили представительниц городских предприятий, с которыми университет сотрудничает, и с которыми у вуза заключены договоры на прохождение практики студентов с последующим их трудоустройством. В их числе – авиационный учебный центр Международного аэропорта Сочи и отель «Спутник». У нас уже были встречи со студентами этого университета. Ребята нам очень понравились. Оказалось, что они замечательно подготовлены, и мы будем с радостью ждать этих специалистов у себя на работе. Материальная база отличная на самом деле, и я надеюсь, что мы и дальше будем так же взаимодействовать. Студенты Международного инновационного института работают у нас, работают успешно. Все очень трудоспособные, перспективные ребята на самом деле. Все отлично. Активисты же Международного инновационного университета подготовили для всех гостей праздничный концерт – танцы, музыкальные зарисовки и, разумеется, песни среди студентов МИУ – десяток лауреатов всевозможных конкурсов. Подарки в виде музыкальных произведений отдельно прозвучали для преподавателей и студенток. Для однокурсниц ребята исполнили любимые молодежные хиты. В подарок преподавателям – репертуар классический. Как бы то ни было, все песни сегодня о любви. Ведь Международный женский день олицетворяет собой именно любовь и уважение к прекрасной половине человечества, отметила сильная половина МИУ. В стране праздник стал народным, а в Международном инновационном университете – одним из самых ярких. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и коллектив телекомпании «ФКТ» присоединяется к многочисленным поздравлениям в честь предстоящего Международного женского дня. Ну и мне остается напомнить, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. Увидимся после праздников 12 марта. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Первого. Прятая. Первого. Сегодня у нас есть мне практика.